в эфире вести с коней здравствуйте сегодня у нас потрясающие замечательные гости и конечно же начнем с восхитительной женщины екатерина забегина талантливый дизайнер выдающийся ветеринарный доктор кстати знаешь очень хороший анекдот еврейский про гостей женщин опытный соломон маркович учит своего молодого соседа как лёва таки слушай сюда и запоминай женщина это всегда сюрприз мы не всегда подарок а еще у нас в гостях выдающиеся российские конники настоящие таки гусары от конного спорта анатолий тимченко и вячеслав чуканов сохраняем интригу встречаемся в студии здравствуйте дорогие друзья приветствуем конников и не только мы рады начать сегодняшний выпуск с репортажа о весеннем кубке клуба продаж в конном клубе продаж каждый месяц проходят соревнования совершенно различного уровня и масштаба всегда принимают участие судьи всероссийской категории самого высокого уровня в нашем клубе занимается очень много талантливых детей это не только малыши 3 5 лет но и старшие даже взрослые нашли себя нашли свое хобби они выступают и вот пример наш турнир сегодняшний и наши ученики выступать не только нашем клубе но и на турнирах более высокого ранга включая чемпионаты мира европы пока не пришла в продажу у меня вообще не было никаких спортивных целей в конном спорте я занималась исключительно для себя но здесь появился тренер который в меня поверил вот у меня сегодня первое соревнование которое я выиграла большое спасибо виктор александр мельник которая собственно меня на это сподвигла клубе продаж максимально комфортно заниматься у меня здесь нравятся лошади мне безумно нравится мой тренер сама атмосфера которая здесь создана на мой взгляд она максимально правильно именно для конного спорта великолепные профессиональные судьи прекрасная обстановка замечательные спортсмены уровень конкуренции высокий мне нравится заниматься в продаже потому что у меня хорошая учительница и с ней я буду зарабатывать первые места я из финляндии а переехала в москву в август искала хороший клубик где я могу продолжать свои любимый спорт и нашла продаж здесь очень хорошие тренеры и очень хорошая лошадь его любому коннику который хочет идти к большому спорту нужно выступать именно на тех площадках которые соответствуют международным уровнем продаж имеет и хороший евро грунт и хорошие условия видно что люди стремятся к высоким достижениям что они хотят чтобы здесь развивался спорт в мае предстоит еще два турнира по выездке которые будут проводиться в конном клубе продаж я хочу пожелать удачи всем спортсменам которые будут участвовать и видим что спортсмены полностью готовы к следующему турнир мы к летнему спортивному сезону замечательно что кубок клуба продаж набирает все большую популярность радует и то что аудитория вести с коней растет от выпуска к выпуску пора бы нам с тобой же не познакомиться с нашей аудитории знаешь я бы предложил провести конкурс на лучшее сэлфи с хэштегом вести с коней весна отличная идея дорогие зрители мы ждем ваши посты в фейсбуке инстаграме с хэштегом вести с коней весна где вы будете запечатлены со своей лошадью и весенними цветами автор самого оригинального фото получит приз сертификат на тренировку в клубе продаж с одним из наших тренеров наставников и вообще здорово что наступает самый прекрасный месяц весны май наверное потому что в этом месяце твой день рождения совсем скоро лопнут почки и выбросят на город неповторимый аромат выхлопных газов молодых листочков и от этого аромата многие потеряют голову ничего страшного некоторые прекрасно обходятся и без нее несчастные люди почему ведь им нечем носить шляпу да действительно серьезный аргумент давай лучше презентуем нашу новую рубрику ржом вместе отлично дорогие друзья мы специально отобрали забавное видео с участием людей и лошадей которое будет предложено вашему вниманию теперь в каждом выпуске а Субтитры сделал DimaTorzok 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 от жителей других городов DimaTorzok Какая-то в этом городе особая химия, вроде бы обычные улочки, бегущие к морю, теплые вечера, цветущие акации, но главная химия в людях, говорящих так ярко, потому что они заимствуют из разных языков и культур, главное. Один привоз в Одессе, чего стоят эти одесситки, задающие вопросы продавцам, скажите, в честь чего сегодня помидоры не гривны, а полторы, в честь чего? И сочные ответы! В честь нашей с вами встречи, мадам! Обожаю многонациональные города. Наверное, спорт – это тоже в какой-то степени многонациональный котел, только объединяющий единомышленников. А чтобы слышать и понимать друг друга, нужно знать основу межнациональных коммуникаций. Это целая наука, и преподают ее удивительные люди, одна из которых – Татьяна Полякова. Совсем скоро она появится у нас в гостях в рамках новой программы «Продар-ТВ» «Так исторически сложилось». Это будет серия интервью с известными и интересными людьми. Поговорим о традициях, обычаях народов мира, которые мы храним, развиваем или меняем. Очень интересно. Но, насколько я осведомлен, это не единственный совместный проект «Продара» и Татьяны Поляковой. Ты прав. Дело в том, что клуб «Продар» готовится предложить на рынок новую услугу – консьерж-сервис. Здорово! Эта услуга будет доступна только членам нашего клуба? Нет, консьерж-сервис станет самостоятельным подразделением Большого международного конного клуба «Продар». Значит, все конники смогут воспользоваться этим? Например, посетить лучшие турниры и аукционы мира? Смотри шире, Жень. Речь идет не только о конно-спортивных событиях. Мы ежемесячно будем рекомендовать уникальные мероприятия, проходящие на планете в разных странах, но только те, которые, по мнению наших экспертов, того заслуживают. Ага, теперь мне понятно, почему к нам спешит из Монако Татьяна Полякова. Ведь она не только человек мира, но к тому же и специалист по межнациональным коммуникациям. А теперь я бы хотела вернуться к теме «Весна». А это значит, что скоро откроется скаковой сезон 2018 года. Да, и в классических дисциплинах конного спорта уже ощущается оживление. Скоро каждый уикенд будет радовать нас одним из конно-спортивных событий. Самое время поговорить о том, как правильно выглядеть, если вы планируете посетить конно-спортивные мероприятия. Разумеется, лучше всех об этом расскажет дизайнер Екатерина Забегина. А мне вдвойне приятно представить Катю, потому что она еще и мой коллега – ветеринарный доктор. Судя по вам с Екатериной, скоро все ветеринарные врачи перенесут фокус своего профессионального интереса на более творческие направления. Вот ты уже ведешь телевизионную программу, Катя создает восхитительную одежду. Просто талантливые люди, талантливые во всем. Ну что же, давай передадим слово замечательному ветеринарному врачу и одаренному дизайнеру Екатерине Забегиной. Ни для кого не секрет, что конно-спортивные мероприятия, а также и подробные испытания лошадей подразумевают определенный дресс-код. Все, что касается лошадей, очень демократично, и вы можете прийти в самом обычном своем наряде и даже в джинсах. Тем не менее, посещение скачек, бегов и конно-спортивных соревнований – это великолепный шанс для вас нарядиться как-то по-особенному. И это прежде всего касается, конечно, шляпок. Шляпки, например, на скачках могут быть абсолютно помпезными, декорироваться какими-то необыкновенными цветами, перьями и даже выглядеть в виде каких-то необычных предметов. Никому не покажется это неуместным. Каждая дама, в принципе, может сама себе смастерить шляпку, и для нее это будет не только возможностью показать ее, но и показать свое мастерство. Очень уместны на скачках, например, классические наряды. Дамы могут прийти в длинном платье. Очень уместны какие-то классические костюмы. В моде брюки-галифе. Если вы наденете такие брюки в сочетании с жилетом или рединготом, или жакетом, выполненным в стиле редингота, то это будет очень красиво, стильно. Что касается аксессуаров, вы можете тоже дать волю своей фантазии и использовать ткани, красивые платки с изображением лошадей. Можете придумать какой-то ремень с использованием трензеля или подковы. Приходите на конно-спортивные и подробные мероприятия, наряжайтесь стильно, будьте дерзкими, смелыми в своих нарядах. Выбирайте красивые аксессуары в конном стиле, и вы будете всегда на коне. Знаешь, Вита, я так привык начинать каждую неделю с прочтения нашего информационного дайджеста про Дар Тудей. Я тебя понимаю, это очень удобно, ведь наш медиа-директор Анна Карпова предлагает нашим читателям только самые главные интересные новости олимпийского конного спорта, дополненные основными событиями клуба про Дар. Конечно, нельзя же не упомянуть о том, что главным праздником апреля все-таки остается День космонавтики. А какие чувства у тебя вызывает День космонавтики? Я вообще, знаешь, горжусь двумя людьми в этом мире, Гагариным и Ньютоном. Первый пытался свалить с этой планеты. Ага, а второй доказал, что из этого ничего не выйдет. Итак, вернемся к апрельским новостям конного спорта. Главным международным событием месяца стал финал Кубка Мира в Париже. В выездке победу одержала Изабель Верт, Германия, в конкуре Элизабет, Бизи, Мэдден, США. В Испанской Сегове настоящий триумф праздновала Таисия Русакова на Болинера. Она заняла первое место во всех трех детских ездах и опробовала свои силы в юношеском командном призе. Также ряд побед на турнирах Западной Европы одержала всадница молодежной сборной России Ольга Оржаева. Ей не было равных в детских ездах и в тестах для всадников на пони. По-прежнему большое внимание привлекает новый проект Клуба Продар. Мы создаем национальное конное шоу, для которого разыскиваем серых импозантных орловцев, обученных двигаться голопом под седлом, а также начинаем набор всадников. Если вы мужчина и вам больше 18 лет, вы не имеете вредных привычек и лишнего веса, и ваше спортивное звание не ниже, чем кандидат в мастера спорта, и главное, вы хотите работать в первом национальном конном шоу, добро пожаловать в нашу команду! А еще в Клубе Продар совсем скоро пройдет первая в истории российского конного спорта серия благотворительных турниров на Кубок Фонда Ваня. Следующие турниры серии состоятся в КСК «Максима» от Рада и Форсайт. 10% от каждого стартового взноса будут направлены в благотворительный фонд помощи конникам Ваня. Сегодня это, пожалуй, один из главных социальных проектов в российском конно-спортивном сообществе. И на этой важной ноте мне очень приятно пригласить наших дорогих гостей, официальных послов фонда Ваня, заслуженного мастера спорта по конкуру, олимпийского чемпиона Вячеслава Чуканова, и мастера спорта международного класса, победителя всемирных военных конных игр, участника двух олимпийских игр в Сеуле и Барселоне и других престижных международных соревнований, многократного чемпиона Советского Союза и России Анатолия Кинченко. Слава, Толя, приветствую. Спасибо, что нашли время и приехали. Не стоит благодарности. Сотрудничество с фондом Ваня – это долг любого конника, ведь наш фонд – единственная возможность для многих из нас получить оперативную помощь в сложной жизненной ситуации. Мы очень рады, что стали послами фонда, ведь только объединяя усилия мы можем гарантировать друзьям и коллегам, конникам, что теперь никто из нас не одинок перед лицом болезни или обстоятельств. Вот, например, недавно мы со Славой приезжали в Прадар, чтобы поддержать нашего дорогого друга и старшего товарища, олимпийского чемпиона Николая Павловича Королькова, которому при содействии фонда Ваня скоро будет проведена операция по протезированию тазобедренного сустава. Сейчас Николай Павлович завершает длительную и сложную подготовку к ней. Дорогие иконники, чтобы фонд Ваня в любой момент мог оказать быструю и эффективную помощь, на его счету должны быть деньги, которые можно оперативно использовать в случае необходимости. Ведь иногда на сбор средств уходит драгоценное время. Для многих время это вопрос жизни и смерти. Именно поэтому в рамках фонда Ваня мы объединяем усилия людей, готовых поддержать друзей и коллег. Следующим важным мероприятием нашего фонда будет интеллектуальная игра «Что, где, когда». Мы послы фонда, ведущие российские иконники, ответим на вопросы о конном спорте, поступающие от коллег со всего мира. Все деньги, выигранные командами знатоков, будут направлены в фонд Ваня. Дорогие иконники, покупайте билеты на игру в клубах-партнерах и заказывайте на сайте fondvania.rf. Не упустите уникальную возможность присутствовать на выдающемся шоу и помочь тем, кто очень в этом нуждается. 26 мая ждем вас в клубе продак. Проект «Что, где, когда» состоится при официальном партнерстве холдинга «Игра». Ведущим игры будет сам Равшан Аскеров, знаток со стажем и капитан одной из команд культовой телевизионной телеигры. И, кстати, у нас будет настоящий игровой стол с рулеткой, настоящий ведущий и настоящие знатоки конного спорта и даже настоящая сова, с которой можно будет поговорить, сфотографироваться на память. Кстати, вопросы поступили даже от президента ФАИ Игмара-де-Воса. Рад сообщить, что команда-победитель получит в качестве главного приза билеты на всемирные конные игры. Мы приглашаем российских конников принять участие в наших добрых проектах. А закончить сегодняшний выпуск мы бы хотели поздравлением с 90-летием величайшего конника нашей страны всех времен. Двухкратного олимпийского чемпиона Ивана Михайловича Кизимова. А что это вы тут без нас задумали? Мы тоже хотим участвовать. Дорогой Иван Михайлович! С днем рождения! Здоровья вам! Мы вас очень любим! И очень уважаем! Долгих вам лет! Весны в душе! Счастья вам! С днем рождения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова